Завершились новогодние мероприятия. Все праздничные ёлки прошли согласно графику, дети получили сладкие подарки и посетили новогодние спектакли. Другим важным событием уходящего года стала победа городской библиотеки в областном конкурсе. Наталья Спаско, заведующая методическим отделом, заняла первое место. Из 31 территории, в которой принимали участие, и 8 городских округов Ростовской области. Так что, в принципе, мы в этом отношении в числе первых и будем держать такой же дальше масштаб, хороший, положительный результат, вернее. Переход на универсальное пособие – одно из новшеств этого года, которое коснётся семей с детьми. Объединяет 8 пособий, которые существовали раньше. Таким образом, у нас законодатель устанавливает единую меру соцподдержки от рождения до 18 лет. Некоторые пособия нами уже были переданы раньше, в течение истекшего года, а некоторые – сейчас. То есть теперь это работа, так сказать, пенсионного фонда. Но эта работа проводится именно, но мы тоже, конечно, своих граждан будем информировать. Образовательные учреждения после праздничных выходных работают в штатном режиме. Все классы, которые находились на дистанционном обучении до новогодних каникул, вернулись за парты. Строительство новых школ продолжалось и в новогодние каникулы. Залиты колонны, стены подвала, блок третьей – плита перекрытия третьего этажа, блок четвёртого – армирование колонн, и первый блок перекрытия третьего – блока подвал. По шестисотке. Значит, плиты перекрытия первого этажа. Далее уже выставили опалку колонны с первого на второй этаж, установили опалку лестничных пролётов. Ну, они начали работать с третьего числа. Заболеваемость детей и подростков снижается. Среди взрослого населения такая тенденция пока не наблюдается. По детям идёт снижение заболеваемости впервые. Это и связано с разграничением во время каникул общения. Но среди взрослых, к сожалению, идёт заболеваемость. Но мы исходим из того, что раз у детей пошло снижение заболеваемости, то через недельку, через две и у взрослых пойдёт, скажем так, уменьшение. С 1 января 2023 года в Ростовской области прекратило своё существование муниципальное здравоохранение. Все больницы и поликлиники теперь переходят в непосредственное подчинение управления Министерством здравоохранения региона. Соответственно, собственность ведомства передали и всё имущество медучреждений. Пациенты никаких перемен пока не ощущают. А вот пользы от реформы обещают много.